Технологи, конструкторы, врачи, педагоги, юристы и программисты из Могилёва, Кличева, Кировска, Осиповича и Бобруйска собираются в музеи легендарной Белшины. Знакомятся с историей развития промышленного гиганта и славными трудовыми традициями предприятия. Форум работающей молодёжи объединяет более 40 самых активных и целеустремлённых юношей и девушек. Сегодня встречается городская молодёжь, чтобы поделиться впечатлениями, как их принимают на первых рабочих местах, какие традиции сложились у тех ребят, которые работают уже не первый год. И, конечно же, на более высокий уровень поднять все проблемы, которые существуют, чтобы потом мы все вместе сделали всё для того, чтобы наша молодёжь развивалась и, конечно же, оставалась на своей родине. Дальше экскурсия по заводу сверхкрупногабаритных шин. Молодёжь с интересом наблюдает за всеми тонкостями технологического процесса. От поступления сырья и изготовления резиновой смеси до вулканизации и проверки качества изделий. Высокий научный потенциал и производственные мощности предприятия просто завораживают. Было очень интересно узнать, как устроено производство. Увидеть крупногабаритные шины, которые здесь производят, очень впечатлило. Увидели, какое-то оборудование, как здесь всё устроено. Ключевым событием форума становится дискуссионная площадка «Молодёжное предпринимательство» в системе формирования потенциала развития экономики региона. Ребята узнают о работе бизнес-инкубаторов для начинающих предпринимателей. В Беларуси их уже 22. Такая помощь зачастую оказывается решающим фактором для выживания стартапов. Льготная аренда, консультации экспертов и юридическая поддержка позволяют оригинальным идеям воплотиться в жизнь. Мы хотим в следующем году достаточно объявить такую широкую компанию, программу по привлечению молодёжи в инженерное творчество. Посеять в них зёрнышки сейчас, в их сознании, такой любознательности, интереса, творчества, для того, чтобы они уже через полгода пришли к нам со своими проектами. Следующий пункт в программе – медиахолдинг «Бобруйское житё». Здесь молодые специалисты видят, как рождаются новости. Перенимают опыт у диджея в «Зефир-ФМ», узнают тонкости работы телеведущих, пробуют себя в роли диктора, общаются с корреспондентами и задают вопросы главному редактору. Мне показалось, что здесь стоит очень дружественная атмосфера, потому что все люди, независимо от того, чем они занимаются, оператор или диджей, они выглядят как одна большая сплоченная семья. Завершающим аккордом форума становится знакомство с культурным наследием города на Березине и экскурсия по синагоге. Судьба единственного сохранившегося иудейского храма трагична. За 200 лет непростой истории здесь размещался военный склад, ателье и даже мельница. Лишь в конце 20 века здание вернулось к общине. Двери открыты для всех желающих. Каждый может узнать о повседневной жизни и религиозных традициях еврейского народа. Нас город очень тепло принял. Я первый раз в Бобруйске. И все понаслышаны, что это еврейский город. Было интересно очень посетить синагогу и приобщиться к этим знаниям, услышать их традиции, скажем так, их правила. В Беларуси в этом году закрепилось более 60 тысяч молодых специалистов. Делается немало, чтобы они быстрее адаптировались. Надбавки к окладу, обеспечение общежитием, постановка на льготную очередь строительства жилья, обучающие семинары, диалоговые площадки, форумы и конференции. Все для того, чтобы парни и девушки уверенно чувствовали себя на первых рабочих местах и успешно реализовались на профессиональном пути. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.